Единый транспортный план БИАР – это специальный региональный документ развития ЖД и автодорог, а также авиасообщение, цель которого – наладить грузовые и пассажирские перевозки между всеми странами Союза. А судя по слайдам, еще и создать свою северную путеводную паутину. Главное – ничего выдумывать не надо. Первый в истории общий транспортный план для Барнинсова Евроарктического региона разработали эксперты из Норвегии, России, Швеции и Финляндии пять лет назад. Его время настало. План уже создан. Он был подписан в 2013 году. Мы просто хотим поднять этот вопрос о транспортном в Барнинсова региона. Мы сегодня не будем принимать план как таково. Он уже есть. 250 тысяч рублей в год. Вот. Смотрите на количество перечисленных границ между Россией и Норвегией. На сегодняшний день это почти 250 тысяч рублей в год. Вопреки сложной мировой политической обстановке вокруг России, внутри Биар у скандинавских стран отношение к нам не сильно-то и поменялось. Здесь мы полноправные партнеры и друзья, с которыми региональные вопросы решают сообща. Сыктывкар и Коми в этом смысле удобная для всех площадка для диалога. Кто там говорил про политическую изоляцию страны? В общем, шах вам и мат. От Молодежного совета Биар и не только. Я думаю, что сотрудничество между нашими странами всегда было и является важным, особенно с точки зрения текущих политической обстановки. Я думаю, что Баренцево сотрудничество представляет собой как раз ту платформу, которая обеспечивает контакты, где люди встречаются и общаются между собой. Конечно, Россия наша соседная страна, поэтому это очень важно, что наши транспортные коридоры и наши связи нормально работают. И это, конечно, приоритет у нас. У друзей должны быть особые отношения, говорят скандинавы, поэтому и норвежцы, и финны усиленно продвигают безвизовую политику внутри Баренцево региона. Пока что для жителей 30-километровой пограничной зоны с обеих сторон. В перспективе для всей территории. А специально созданные к нашему футбольному мундиалю фанатские ID-паспорта, по которым гости могут посещать Россию по упрощенной схеме, пришлись как нельзя кстати. Для Биар они станут ориентиром. Максим Васильев, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар. Продолжение следует...